Всем привет! С вами VideoShopper.ru. Сегодня с нами очередной флагман компании HTC. С виду M8, а по факту M9. Я думаю, вы уже и без представления догадались, какое полное название этому смартфону. Но я все же скажу. В нашем обзоре сегодня HTC One M9. Давайте посмотрим, чем он отличается от своих братьев и что интересного есть в этой модели. Итак, комплект. Внутри коробки спрятан стандартный набор, а именно сам аппарат, далее под перегородкой лежит USB кабель, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения сим-карты и наушники. Когда вы купите телефон у нас, то получите тест-драйв в течение 14 дней, подробную навигацию с картами России, пакеты с более чем 60 полезных программ, более 100 увлекательных игр, подробности по телефону на экране и на сайте video-shopper.ru. Итак, берем смартфон в руки и смотрим. Внешне и в таком цвете он смотрится очень привлекательно. С виду сразу же бросается в глаза его сходство с предыдущей моделью HTC One M8. Размеры устройства удовлетворят многих, потому что он балансирует между лопатафонами и миниатюрными гаджетами. Материал корпуса алюминий. Аппарат имеет скругленные углы, за счет чего смартфон очень удобно ложится в руку. Отпечатков пальцев на корпусе практически незаметно. Что касается потертостей и царапин на корпусе, то они возможны. Качество сборки, как и подобает флагману, отличное. На лицевой стороне в верхней части имеются датчики, вписанный в решетку динамик световой индикатор, глазок фронтальной камеры и динамик. Еще один динамик разместился в нижней части. Над ним три сенсорные экранные кнопки управления. Качелька регулировки громкости и кнопка включения находятся на правом ребре. Чуть выше нее лоток под карту памяти формата microSD. Для ее извлечения нужна скрепка, которая идет в комплекте. На левом боку вверху еще один лоток, но он уже для сим-карты формата nanoSIM. Нижний торец отведен под microUSB и 3,5 мм разъем для наушников. На верхней грани разместился уже привычный ИК-порт. Тыльная сторона отведена под двухсекционную светодиодную вспышку и глазок камеры. На HTC One M9 установлен Super LCD 3 дисплей диагональю в 5 дюймов с Full HD разрешением и плотностью точек 441 ppi. Экран имеет максимальные углы обзора и хороший запас яркости. При ярком солнечном свете дисплей остается читаемым. Цветопередача также на высоком уровне. Цвета насыщенные. Технология Multi-Touch здесь позволяет обрабатывать 10 одновременных прикосновений. Экран можно разблокировать двойным постукиванием по стеклу, а также есть возможность работы с экраном в перчатках. Аппаратная начинка M9 построена на новейшей платформе Qualcomm Snapdragon 810. Это 64-битная платформа, в состав которой входят 4 ядра Cortex-A57 с частотой до 2 ГГц и ядра Cortex-A53 с частотой до 1,5 ГГц. В качестве графического ускорителя стоит Adreno 430, оперативной памяти 3 ГБ, встроенной 32. Если вам показалось малое количество внутреннего объема, то с помощью карты памяти имеется возможность ее расширения до 2 терабайт. С такой начинкой вопросов по производительности нет. Игры запускаются и работают при максимальных настройках графики. Скорость работы очень быстрая, ничего не лагает, задержки полностью отсутствуют. Сложностей с воспроизведением видео также нет. При тестировании этого гаджета я заметил лишь одно. При долгой работе смартфон немного греется. Не так, чтобы уж, конечно, обжигало руки, но такое действие имеет место быть. По тестам смартфон показал вот такие результаты. В качестве программной платформы стоит пятый Android с фирменным интерфейсом HTC версии HTC Sense 7. Ее внешний вид не претерпел значительных изменений. Меню приложений по-прежнему прокручивается горизонтально. Стоит отметить наличие двух энергосберегающих режимов – обычного и максимального, детского режима, а также функции отключения звуковых уведомлений. Не беспокоить! Из предустановленного софта имеется файловый менеджер, пакет для работы с офисными документами, функция переноса личных данных со старого аппарата на новый, программа по очистке памяти и оптимизации свободного места Clean Master, программа подсчета пройденного расстояния и сожжения калорий. Система отлично поддается настройке с помощью тем и виджетов. Одним интересным из них оказался Sense Home, отображающий приложение в зависимости от вашего местонахождения, работа, дом или в пути. Никуда не делся сервис HTC Blink Fit, который получил новые виды раскладки ленты новостей и возможность автоматической настройки по вашим интересам в различных социальных сетях. Присутствует функция управления жестами. Например, для активации устройства достаточно одного скользящего движения пальцем. Для быстрой активации камеры при заблокированном смартфоне достаточно нажать одну из кнопок регулировки громкости и повернуть устройство в портретную ориентацию экрана. Основная камера на 20 мегапикселей с BSI матрицей диафрагмой f22. Сам объектив прикрывает сапфировое стекло. Фронтальная камера тут с фирменной технологией HTC Ultra Pixel с возможностью записи видео в разрешении до 1080p. В настройках можно выставить значение ISO, экспозицию, формат кадра, автоспуск, серийную съемку и другие. Так имеются творческие режимы режимы панорамы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда вы купите телефон у нас, то получите тест-драйв в течение 14 дней, подробную навигацию с картами России, пакеты с более чем 60 полезных программ, более 100 увлекательных игр. Подробности по телефону на экране и на сайте video-shopper.ru Медиа-возможности отличны. К звучанию в наушниках претензий нет. Звук чистый во всем диапазоне частот. Басов, пожалуй, здесь даже в избытке. Для проигрывания музыкальных композиций в аппарате используется собственный фирменный плеер HTC Music. Все звуковые эффекты объединены технологией BoomSound и отданы на откуп автоматики. В M9 стоит аккумулятор емкостью 2840 мАч. Особым похвастаться тут нечем. В обычном средненьком режиме заряда хватает часов на 9-10. Стоит напомнить, что в смартфоне имеется два энергосберегающих режима – обычный и экстремальный. В критическом режиме прежде всего понижается тактовая частота процессора, причем значительно. Отключаются почти все сенсоры и датчики. Передача данных прекращается сразу после того, как гаснет экран. Яркость подсветки становится минимальной. Но и это еще не все. В критическом режиме энергосбережения нельзя пользоваться почти никакими приложениями, кроме звонков, сообщений, почты, календаря и калькулятора. Разумеется, включать этот режим имеет смысл только тогда, когда батарея очень близка к полной разрядке. Из коммуникационных возможностей имеется NFC, Bluetooth 4.1, Wi-Fi и К-порт для управления аудио-видеотехникой, USB 2.0, DLNA, HDMI, GPS, GLONASS и LTE. Ну, будем подводить итог. HTC One M9 – очень интересный смартфон. У него тот же классный дизайн, топовая начинка, возможность расширения памяти за счет карты microSD до 2 ТБ и приятная оболочка с хорошим функционалом. Из минусов отмечу время автономной работы и небольшой нагрев при продолжительном использовании. В остальном, мне M9 очень понравился. Обзор подготовлен интернет-магазином видеошопер.ру. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Удачи в выборе! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok